Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Герои найдены. Служебную собаку, покорившую трюками иностранных болельщиков в Сочи, зовут Стефа. Кто эти дети? Ребят, выводящих за руку футболистов, выбирали по всей России. Каждый из них совершил подвиг. В микрорайоне «Искра» планируется построить парк. Об этом стало известно сегодня во время рабочего визита главы Сочи. Сочинский художник Виталий Яблановский отметил юбилей. Автор принимал поздравления в музее, где развернулась его выставка. Пострадавшим от града и ливня на Кубани выплатят компенсации. Деньги направят на восстановление имущества. Об этом сегодня на краевом планерном совещании заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также потребовал ускорить работы по устранению последствий удара стихии. Больше всего от непогоды пострадали Брюховецкий, Тимошевский и Павловский районы. На восстановление жилых домов и социальных объектов, а также на выплаты пострадавшим из регионального бюджета выделят около 150 миллионов рублей. Работы нужно вести уже сегодня, потому что, еще раз подчеркиваю, деньги, безусловно, будут, потому что я подписал распоряжение о выделении около 150 миллионов пострадавшим от этой стихии именно. Поэтому здесь вопрос не в деньгах, а в том, что мы своевременно ликвидировали последствия, в том числе и крыши починили, и все, что сегодня повреждено стихией, опять вернуть в прежнее русло жизни. Это самое главное, чтобы люди снова вернулись к обычной жизни, и ничего им не напоминало о том, что это было. Поэтому основная задача и стратегическая, чтобы максимально быстро сегодня все повреждения в домах людей были устранены. На ликвидацию было задействовано 174 человека, 71 единица техники. Сегодня в 16.00 мы проводим сессию, где определим порядок выплат гражданам пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Серьезный удар ливень с градом нанесли и по сельскому хозяйству. Пострадали посевы на площади более 40 тысяч гектаров. Новый детский сад и свободный доступ к морю. С наболевшими вопросами кубанцы обратились к главе региона. Вениамин Кондратьев провел встречу с жителями по поручению главы государства на прием граждан. Люди приехали со всего края. Какие еще вопросы решали, знают наши краснодарские коллеги. Сколы и трещины на стенах, зияющие дыры в паркете хореографического класса. Так, Дом культуры в Кабардинке под Геленджиком встречает больше 400 детей, которые занимаются здесь в кружках. В прошлом году в здании проделали большую работу. Отремонтировали зрительный зал, установили новое световое и звуковое оборудование. На это из краевого и местного бюджетов направлено 8,5 миллионов рублей. Однако облик культурного центра требует финального штриха. С этой просьбой главе региона сегодня на приеме граждан обратилась местная жительница Галина Камзюк. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне воспитываются, поднимаются. Но вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ, как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь с этим делом. Я надеюсь, вас здесь максимально не то, что понимаю. Я сам сельский житель и реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере даже, когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались, не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе, были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными. А должны быть уютными, удобными. Должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в частности о ней сейчас больше говорю, они должны переходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. На обустройство сельского дома культуры Вениамин Кондратьев поручил выделить еще около 4 миллионов рублей. Но, как оказалось, это не единственная проблема, которая заботит жителей Кабардинки. Галина Камзюк решила воспользоваться случаем и задала губернатору еще один вопрос про доступ к морю в районе одного из санаториев. Сейчас, чтобы попасть на пляж, приходится делать большой круг. С мертвой точки сдвинуть дело не могли вот уже 15 лет. Это, в первую очередь, недоработка власти. Что мы позволяли 15 лет жителям находиться в таких условиях. Если мы 10 лет или 15 не можем договориться, тогда власть должна потребить силу. По-другому это не власть. Поэтому готовьте акт для того, чтобы изъять для муниципальных нужд, для дороги, эту территорию. Исходите из того проекта, дороги, которая необходима для жителей. Это в первую очередь. С главой региона Галина Камзюк встречается впервые. Как призналась после, эмоции сдерживать трудно, ведь ответы губернатора от нее ждут всем поселкам. Я уже на свой страх и риск обратилась с этим вопросом. Раз уже попалась сюда. И вот, вы видите, все. У меня теперь все еще докладывать буду своим ветеранам, своим жителям, что принял такое решение, я прям захлебусь. Обрадовала решение насущная проблема и жительницу станицы Дмитриевская, что в Кавказском районе. Это единственный населенный пункт в муниципалитете, где еще осталась очередь в детский сад. В существующем для дошколят не больше 45 мест. Этого явно недостаточно. В станице живут 3,5 тысячи человек. И с каждым годом сюда переезжает все больше молодежи. Вот и сама Регина Мишина решила вернуться из Москвы на свою малую родину. Я, в принципе, приехала от лица всех мамочек, которые озабочены тем, что у нас нет садика. Я знаю, что он строится, но мы не видим прогресса. Фундамент нового корпуса уже заложен. О ситуации Вениамину Кондратьеву докладывает глава района. В конце ноября, в декабре мы в первую очередь сделали. Мы фундамент подготовили. Вот у меня список есть. И строительство пришлось разбить на два года. 17-18. 3 июля, буквально через 5 дней, будет заключен договор с подрядчиком. И в плане работ строительство детского сада. Но не на 45, как сейчас, а уже на 60 с учетом, что попадут все дети нуждающиеся. А может быть, не на 60 нам сделать, а может быть, насколько возможно, еще с запасом увеличить количество мест. Потому что, слава Богу, что она из Москвы вернулась к себе домой, на малую родину. И еще пусть возвращается, и еще пусть детки появляются. Смело идите на перепроектирование. Смело. Соберите людей, соберите активную группу передовых, вот тех, как здесь Регина, и объясните им, что, ребят, 60 – это притык, но у нас только единственное, чего нет, у нас деньги есть, а времени у нас нет. И поэтому максимально перепроектировать, и максимально параллельно, и максимально запускайтесь. Потому что, еще раз подчеркиваю, будет садик, будет там молодежь. Она явно сегодня выбирает те места, которые комфортны для жизни. Это сегодня современная молодежь, и ей в этом не откажешь. Потому что они хотят жить, где есть условия для жизни. На строительство нового детского сада из краевого и местного бюджетов уже сегодня выделили больше 30 миллионов рублей. Проблемы самых отдаленных населенных пунктов Кубани нужно решать сообща, отмечает глава края. Вопросы, озвученные сегодня, жители направляли в администрацию президента страны. И месяца не прошло, как они получили ответ от региональных властей. Инна Чайко, Алексей Комаров, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар, Геленджик. Герои найдены. Служебную собаку, покорившую трюками иностранных болельщиков в Сочи, зовут Стефа. Напомню, после матча между командами Австралии и Перу в сети появился видеоролик с выступлением кинолога и его служебной собаки. Оказалось, инспектор-кинолог Максим Русин из Новокубанского района и его четвероногая напарница, немецкая овчарка по кличке Стефа, в день матча работали на стадионе Фиш на пункте пропуска грузового транспорта. К задачи Стефы входило обследование грузовых автомобилей. Осматривали мы грузы. Вижу, что собачка как бы уже устала. Ее нужно было взбодрить как-то. Она замотивлена на мячик. И поэтому я решил сделать несколько трюков взбодрить собачку. Увидели болельщики, прохожие перуанцы. Им очень понравилось. Они восприняли это очень радостно. Я не знаю, почему. Может, они не видели никогда такого. Ролик с участием кинолога и служебной собаки мгновенно разлетелся по сети. Немецкая овчарка попала к Максиму щенком. Сейчас Стефе три года. Стефане у нас с самого детства, с самого раннего возраста она очень у нас общительная. Она социальная. Постоянно к нам ходят детки со школы. Примерно третий класс, пятый класс. Полностью ее облепят, гладят ее. Очень круто. Поэтому она к толпе, к людям она относится очень спокойно. В 2016 году кинолог и его собака прошли обучение в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. Стефа специализируется на поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В прошлом году на краевых соревнованиях она стала лучшей по обнаружению взрывных устройств при осмотре багажа. Сегодняшняя командировка кинологического расчета далеко не первая. Пара постоянно задействована при проведении массовых мероприятий, в том числе и международного уровня. На чемпионат мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс почти полторы тысячи детей из разных стран мира получили возможность выйти на матчи Мундиаля рука об руку с лучшими футболистами планеты. Участники этой уникальной программы от официального спонсора чемпионата выводили игроков матча Португалия-Уругвай, который проходил в Сочи в субботу на стадионе Фишт. Как ребятам удалось попасть в сборную Макдоналдс, расскажет Ольга Десятого. Перед важным событием нужно хорошо подкрепиться. Вот она, детская сборная Макдоналдс в полном составе на матч Португалия-Уругвай. Именно эти ребята выводили на поле стадиона Фишт известных всей планете игроков плей-офф Мундиаля. Эти ребята участники специальной программы на чемпионат мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс. С нами сегодня дети из благотворительного фонда Дмитрия Маликова, который опекает многодетные и малобеспеченные семьи, а также, что очень важно с нами сегодня дети-герои. Это участники федеральной программы Совета Федерации. Это детки, которые в своем возрасте от 6 до 10 лет уже сделали какой-то героический поступок. Даниил Ануфриев и Иван Шестирко из кубанского хутора Новопавловского в феврале 2016 спасли из реки тонущего трехлетнего малыша. Ваня побежал уже палкой, мы его взяли, вытащили, делали ему массаж сердца. А вот эта маленькая девочка из Дагестана не побоялась войти в горящий дом соседей. Милана Юсупова спасла из огня двоих детей. Я за ним побежала в кухню, взяла за руки и вот уже когда мы уже вышли, кухня взорвалась. Около 100 мест в детской команде Макдоналдс предоставляются воспитанникам детских домов, детям из приемных и малобеспеченных многодетных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Мечты ребят о встрече с футбольными кумирами компания осуществляет уже 16 лет. Вот именно такие программы это лучшая пропаганда. Мы все видели сегодня эмоции детей и мы увидим это после того, как они выйдут на поле. Они счастливы, они радостны, что еще нужно нам? Это счастье. Всего же на матче Чемпионата мира благодаря официальному спонсору Мундиаля компании Макдоналдс рука об руку с известнейшими футболистами выйдут 1408 детей из 26 стран мира. Более 1200 из них российские ребята. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Журналистов, работающих на Чемпионате мира по футболу, продолжают удивлять кавказским колоритам и знакомить с местными яствами. На этот раз гостям курорта презентовали редкие сорта краснополянского меда. Специально для представителей СМИ в городском пресс-центре устроили дегустацию продукции краснополянского хозяйства. Журналистов угостили медом акации и каштановым медом. Это один из самых ценных сортов не только в стране, но и во всем мире. Его собирают в горной местности Средиземноморья, а в России в Краснодарском крае. Данное же хозяйство на Красной Поляне было создано 55 лет назад для сохранения и разведения ценной популяции серой горной кавказской пчелы. Имеет свою особенность у нее хоботок для добычи меда и сбора именно собирания урожая 7 миллиметров в отличие от обычной пчелы, которая имеет хоботок 6, что помогает ей забираться в более доступные места для сбора пыльцы. Кроме того, собираемся импортировать за рубеж. Сейчас идет экспорт по России, а не импорт. И, соответственно, собираемся выходить на международный рынок. Краснополянское хозяйство сегодня имеет статус научно-производственной станции. Пасеки расположены по долинам рек горным ущельем. Питомник насчитывает свыше 4000 пчелиных семей. В целом это сотни пасек на более чем полусотни гектарах. Совсем скоро здесь планируют организовать агротуры, создать палаточный лагерь для того, чтобы туристы могли не только увидеть процесс изготовления меда, но и принять в нем участие. Сегодня агротуризм набирает все большую популярность в Краснодарском крае. Как рассказали в Министерстве курортов туризма и олимпийского наследия региона, за последние три года количество объектов сельского туризма увеличено в два с половиной раза. Сейчас их в регионе более ста. Из них каждый третий специализируется на гастрономическом направлении. Винодельни, экофермы, пасеки и сыроварни. Морской круиз по причерноморским городам. Совсем скоро в городе Сочи. О развитии морских магистралей сегодня говорили в администрации города. Мэр курорта встретился с членами Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Встреча с мэром была запланирована еще в марте. Тогда члены Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества были в Сочи в качестве наблюдателей на президентских выборах. Выборный процесс на курорте представители Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана назвали демократичным, а сам Сочи – городом улыбающихся людей. Политическая миссия завершилась, а желание сотрудничать только растет. Сегодня парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества готова поддержать Сочи в вопросе развития морских магистралей между портами побережья. Возобновить круизные линии, в том числе, мэром городов Румынии, Болгарии и Турции, предложил глава курорта Анатолий Пахомов. Мы вместе с мэрами, как вы заметили, приглашаем и туроператоров, и владельцев круизных лайнеров, для того, чтобы, в принципе, уже за одну встречу поставить политическую точку между нашими межмуниципальными городами, межмуниципальными связями, и дальше экономическую уже будут ставить туроператоры. У нас появится и дорожная карта, которая приведет к тому, что со следующего года, с июня месяца, начнется круиз. И это все делает наш город все больше и больше самым таким настоящим туристическим центром, притом многофункциональным, по разным направлениям. Встречу с мэрами причерноморских городов назначили на конец сентября, в период проведения Формулы-1. Это будет не только развитие туризма. Я думаю, что на фоне туризма установятся различные отношения. Это может быть стимулом и для развития промышленности, текстильной промышленности, продуктовой промышленности, сферы обслуживания. Поэтому вот этот шаг, который сделал Анатолий Николаевич, я думаю, что он очень важный шаг. И уже, когда я сюда приехал, несколько мэров городов уже обратились, что вот в Сочи мы слышали, что такая идея есть. Уже из Болгарии, из Варна, из Бургаса мэр обратились, что они готовы участвовать. И более того, это будет прекрасный пример, как мэры должны предлагать важные мероприятия, чтобы развивать не только свой город, но и все в Притерноморском побережье. Сейчас речь идет о 10 рейсах в сезон летней навигации. В каждом по 2000 человек. Соответственно, на 2 десятка тысяч туристов в Сочи будет больше. В микрорайоне Искра планируется построить парк. Об этом стало известно сегодня, во время рабочего визита главы Сочи. Там уже отремонтирована дорога, уложен асфальт, благоустраивается детская площадка. Казалось бы, с первого взгляда появился лоск, благоустроенность, но некоторые моменты в виде брошенной коробки с мусором или испорченной ливневки портят всю картину. Все в городе знают требовательность мэра к чистоте и все же не дорабатывают. Гостей в Сочи много, напоминает мэр, но спальные районы должны быть ухоженными. В первую очередь для самих жильцов. А значит, где-то надо и самим прикладывать руки. Например, на детской площадке подкрасить качели и горки. Это же ваша земля теперь. Должны за ней ухаживать. Убирать это точно, но подкрасить детскую площадку, привезти, чтобы это было. Если это детская площадка, то для меня она не детская. Это просто видно. Тут давно детей не было. Чуть выше строится большая детская площадка. Жильцы благодарят, а мэр предупреждает построить одно, содержать другое. Анатолий Пахомов просит объяснять детям, что нужно беречь общее имущество. Здесь же в микрорайоне Искра планируется и строительство парка. В народе эта местность получила название «Благодать». Но полностью район будет соответствовать своему имени, отметил глава курорта, когда поменяется отношение самих жильцов к своему дому. Ухоженнее район бы выглядел, если бы владельцы не забывали подкрасить свои гаражи. К тому же здесь много небольших магазинчиков. И 10-метровая территория вокруг тоже в зоне их ответственности. Однако немногие помнят об этом. Мэру приходится напоминать. Не делайте цветочный газон, строите для своих же покупателей парковку. А на самой горе глава города обнаруживает и самоструи. Я тогда на рабочей группе в городской подниму вопрос по этому дому ЖК. Право по этому суде, а по этому будем проводить. Разрешение выдавал на эти деньги, на ИЖИ. Ну, такой сносят. Анатолий Пахомов тут же определяет налицо все признаки многоквартирного дома. А значит, надо контролировать объект. Теперь после внесения поправок на сессии городского собрания у администрации курорта есть на это законное право. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Известный сочинский художник Виталий Яблановский отметил юбилей. Виталию Григорьевичу исполнилось 90 лет в день рождения. Автор принимал поздравления в Сочинском художественном музее, где сейчас работает его персональная юбилейная выставка. Виталий Григорьевич свои 90-каждый день проводит у Мольберта. Вдохновение для творчества находит везде и во всем. Будь то виды любимого города-курорта или бытовые темы. В том числе, благодаря его работам в России и за ее пределами, посетителям выставок раскрылась вся красота Сочи. Кстати, в честь юбилейной даты художник решил сам сделать подарок музею города. Мне хотелось бы ошарить на память музею маленькую картинку. Вот там это штрит. Это швейка, которую я не только ждал. Виталий Яблановский прославился как мастер пейзажа и натюрморта. Также он занимался росписью фасадов и интерьеров сочинских санаториев. По его эскизу выполнена мозаика на автопавильоне «Холодная речка» в Адлере. За многолетний и самоотверженный труд Союз художников России наградил юбиляра золотой медалью. Он очень активный, участвует во всех выставках городских, региональных, российских. Мы этого человека очень уважали. Почему? Потому что, как я сказал здесь в кратком выступлении, он остается верным профессиям. Сейчас это очень тяжело. Имя художника также вписали в книгу почеток города Сочи. Картины находятся в российских и зарубежных музеях и частных коллекциях. На достигнутом художник не собирается останавливаться. Есть еще идеи, которые непременно нужно изобразить на холсте. Нелена Всецвина, телекомпания «ФКТ». Грандиозным Open Air выпускной 2018 Сочинский институт «Руден» проводил в добрый путь к новым достижениям своих студентов. Институт вручил дипломы выпускникам очной формы обучения о высшем и среднем профессиональном образовании. За большим праздником наблюдала и наша съемочная группа. Отличники учебы, победители Олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, волонтеры масштабных мероприятий мирового уровня – все это о студентах Сочинского института Российского университета дружбы народов. В конференц-зале «Руден» выпускники в традиционных академических мантиях и конфедератках получают заветные дипломы о высшем образовании. Сегодня вы выпуск в честь 20-летия и 75-летия нашего учебного заведения. Вы представляете многонациональную, не только Российскую Федерацию. Российский университет дружбы народов выпускает студентов из 154 стран мира. С дипломами в руках студенты появляются в летнем театре. Там установлена сцена с большим экраном. По красной ковровой дорожке студенты, которые учились в «Руден» по программе среднего профессионального образования – это повара, дизайнеры, техники-технологи, учителя физкультуры, бухгалтеры и программисты – спешат за главным документом. Данные знания, которые я получил, полностью оправдывают мои ожидания. Я продолжаю здесь учиться на заочном, также совмещаю это с работой уже по специальности, можно сказать. Так что вот видите, эти знания прямо пригодились мне. Праздничная церемония вручения дипломов превратилась в грандиозный перформанс под открытым небом. Кстати, эффектно оформить пространство и создать атмосферу праздника помогли сами выпускники, которые талантливы во всем. За активное участие в жизни вуза и города лучшие студенты «Руден» и их родители получили почетные грамоты и благодарственные письма. «Руден» дал огромную возможность. Я всегда с теплотой на душе буду вспоминать эти четыре года, как наш факультет, так и весь университет в целом. Спасибо «Рудену». Я люблю «Руден» и нашу планету. Этот праздник они точно запомнят надолго. Всего же дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании в этот день получили более 700 студентов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 200 выпускников Академического колледжа Сочи получили заветные дипломы. Их вручали в Международном инновационном университете в торжественной обстановке. В зале нет свободных мест. Радостный момент с выпускниками Академического колледжа разделили педагоги, родители и нынешние студенты учебного заведения. В торжественной обстановке с важным днем выпускников поздравило руководство колледжа и вуза. Мы сегодня покидаем стены нашего любимого колледжа. И от этого нам немного грустно. Но мы понимаем, что нужно идти дальше, покорять новые вершины, вносить свое лептовое развитие города, края и нашего государства. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и планируем продолжить обучение в нашем университете. Первыми на сцену приглашают лучших студентов, отличников в учебе и активистов колледжа. Им вручают заветный документ об образовании. В этом году из учебного заведения выпускаются более 200 специалистов. Около 30 из них закончили колледж с красным дипломом. Это специалисты в разных областях. Прежде всего, это гостиничный сервис, это организация перевозок управления на транспорте, это садово-парк, волоншафтное строительство, экономика, бухгалтерский учет и право организации социального обеспечения. Все специальности, которые есть в колледже, они сегодня востребованы. И со средним специальным образованием, академического колледжа, легко трудоустраиваться в различных отраслях. Трогательно со сцены прозвучали слова благодарности от родителей и выпускников в адрес администрации колледжа, университета и преподавателей. Ведь за эти годы академ-колледж стал для студентов вторым домом. Спасибо директору Ашотову Саратовичу, спасибо всем преподавателям, спасибо нашему куратору, конечно, нашим любимым родителям. Грустно, конечно, что уже такой момент, что детство заканчивается, можно так сказать. Но мы получили хорошую школу в стенах нашего колледжа, поэтому подарки судьбы будут не страшны. Но благодаря системе непрерывного образования выпускники колледжа смогут поступить в Международный инновационный университет и отучиться по ускоренной программе. Кстати, большая часть выпускников уже сделала такой выбор. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.